Хорошо. Итак, в последнее время все большую популярность приобретают обзорные статьи и в настоящее время они считаются одним из важнейших элементов научной коммуникации, так как в них собирается и систематизируется опыт исследований по определенной научной дисциплине. Они позволяют ученым познакомиться с текущим состоянием науки, с ее трендами, с трендами ее развития, используемыми методами и результатами исследования, благодаря чему занимают особое место в системе научного знания и нередко становятся самостоятельным объектом изучения. Следует отметить, что их появление способствует увеличение объемов научной информации и обновление этой информации с течением времени. Научные обзоры, уверенно, занимают очень престижное место в рейтинге цитирования публикаций, и многие зарубежные авторы аргументированно относят обзоры к самым востребованным видам статей. Цитируемость хорошего научного обзора многократно превышает цитируемость даже весьма значимых оригинальных статей. И по данным библиометрических критериев, вероятность цитирования обзорной публикации уменьшается вдвое за 10 лет, в то время как оригинальной статьи всего за 3 года. Как я уже говорила, обзорная статья представляет собой обзор ранее публикованных исследований по определенной теме. Его задача — дать общее представление по теме, и в отличие от оригинальной исследовательской статьи, данный вид исследования не содержит новых экспериментальных результатов. Цель обзора в другом — дать критическую оценку данных, имеющихся в уже существующих исследованиях. Обзорные статьи могут определить потенциальные области исследования для дальнейшего изучения, а иногда они делают новые выводы на основе уже существующих данных. Обзоры также пишут с целью очертить границы предметного поля, выявить тренды и те проблемы, которые существуют в определенной научной области и еще не были описаны. Обзоры как вид научных исследований появились в 2000-х годах. При этом в одних дисциплинах количество обзоров увеличивается быстрее, чем количество исследовательских статей, тогда как в других все происходит наоборот, и обзоры могут занимать весьма незначительную долю. Как и многие виды знаковых исследований, обзоры появились в связи с анализом публикации по медицине. И для медицинской науки обзоры были крайне важны, так как они давали возможность сопоставлять данные разных исследований, выявлять неточности, анализировать результаты клинических испытаний, которые впоследствии могли применяться на практике. Самыми популярными базами, которые публикуют принятые медицинским сообществом обзоры, считаются Cochrane Collaboration и Cochrane Library. И на слайде представлены примеры медицинских баз данных, которые публикуют исключительно обзоры. К 2010 году обзоры стали появляться и в гуманитарных и социальных науках, но не так стремительно, как в медицинских журналах. При этом следует отметить, что в областях науки с высокой долей публикации в трудах конференции, это Computer Science, Decision Science, Engineering, Mathematics, Physics and Astronomy, обзорные статьи встречаются достаточно редко. И еще реже можно их встретить в таких областях науки, как Business Management and Accounting, Environmental Science, Material Science и подобное. Проанализировав количество обзорных статей международной базы данных с КОПУС с 2000 по 2021 год, мы можем последить значительный рост данных публикаций за последние годы. Особенно количество обзоров возросло в 2020 году. И если мы рассмотрим обзоры по отрасли знаний, то количество обзорных статей, то мы видим, что по-прежнему лидируют статьи по медицине, обзоры по медицине. И я специально выделила количество обзорных статей, появившихся в 2020 году по отраслям. Оно тоже значительно превышается и предыдущие годы. Для написания обзоров существует специальная методика и алгоритм, с помощью которых ведется выбор источников, которые в свою очередь делают исследование объективным и исключают какие-либо случайности. Тип обзора определяет методики его написания. И методология будет влиять на качество обзора. И помимо этого важным показателем качества становится умение автора объективно произвести отбор источников для анализа, учитывая смежные дисциплины. Актуальность этих исследований, которые подтверждаются цитированием в международных базах данных, тщательность проведения анализа отобранных источников. И немаловажным считается умение критически анализировать и синтезировать отобранный материал, распределяя его логически в специально-тематические группы. Для российских авторов написание обзора ассоциируется с написанием обзора библиографической базы исследований, что влечет за собой определенные трудности. Причина этого может быть неоднозначной страктовки понятия обзор. И в данном случае авторы обзоров рискуют написать подобие справочника. И обзор как самостоятельное научное исследование в данном случае подменяется обзором литературы как части теоретической статьи или заявки на грант или диссертационного исследования. И возможно это происходит из-за схожести задач литературного обзора и обзора как самостоятельного исследования. И как мы видим, принципы построения обзоров отличаются несущественно, однако ключевым является умение проанализировать результаты исследований других ученых. К сожалению, в большинстве случаев авторы ограничиваются обычным перечислением фамилий авторов, которые занимались когда-либо данным вопросом, не описывая их конкретный вклад в исследуемую тематику. И неумение писать качественный обзор – это действительно реальная проблема российского научного сообщества. И как показывает практика, многие ученые практически не используют методик или алгоритмов отбора и часто ограничиваются только наличием источников в каталогах библиотек или используя простой поиск в интернете или отбирая статьи в знакомых им российских журналах. Как следствие, часто приоритет российских источников в подобных обзорах он наблюдался ранее и сохраняется до сих пор даже по тем тематикам, которые носят международный характер и не определяются только российской спецификой. И более того, зачастую имеют место даже региональный или локальный обзор библиографических источников в исследованиях без какого-либо логического обоснования, и при этом международные исследования игнорируются полностью. Такой подход существенно снижает качество рукописей, ведет к тому, что российская наука остается изолированной от мировых тенденций, и рейтинговые международные журналы крайне неохотно принимают авторов из России к публикации. И в этой связи написание обзоров, которые будут включать обширный анализ источников по различным предметным областям, видится как одно из решений проблемы низкой информированности отечественных ученых о достижениях мировой науки по отдельным дисциплинам. Обзоры помогают исследователям сконцентрироваться на более актуальной перспективной тематике и облегчают поиск релевантной информации. Выделяют следующие виды обзоров. Нарративный обзор, нературный ревью обычно не имеет широкого охвата источников и какой-то глубины анализа, и основной целью является общее и схематичное описание предметного поля, определенной тематики, обзор источников для написания статьи, диссертации или какого-либо диссерационного исследования и тому подобное. Описательные обзоры, дескриптив ревью. Основная методология описательного обзора – это определение стратегии поиска. Стратегия отличается простотой и не имеет многоступенчатого алгоритма. Библиометрический обзор, библиометрик ревью. Главной особенностью такого обзора является использование в анализе источников библиометрических инструментов. Чаще всего литература для такого обзора отбирается в базах данных на основании количества цитирований, публикаций, импакт-фактора или индекса Хирша-журнала. Теоретические цели – ревью. Целями такого обзора могут быть или выявление состояния теории и пробелы определенной предметной области, или теоретические обобщения. В последнем случае теоретический обзор, когда мы обобщаем, по сути составляет основу теоретически оригинальной статьи и может использовать методологию любого самостоятельного обзора. Критический обзор, critical review, не имеет методологии, так как его цель – дать критическую оценку публикации в соответствии с набором определенных критериев. Обзор обзоров, или по-английски это umbrella review, сопоставляет методы разных обзоров, их данные и выводы. В этих публикациях используются методы качественного и количественного анализа, и такой обзор популярен в медицине при сопоставлении систематических обзоров по общей тематике. В качестве самостоятельных исследований наиболее популярными считаются систематический обзор, метаанализ и обзор предметного поля. Систематический обзор, как правило, четко фокусируется на определенных исследовательских вопросах и имеет четкую структуру, подразумевающую ответы на эти вопросы. Целью такого обзора будет анализ эмпирических данных ряда аналогичных по методологии исследований и выявление их объективности, обнаружение ошибок и неточностей. В начале проведения исследований определяются критерии включения для отбора источников, основанные на методологии отбора. И далее проводится оценка и отбор самих источников. На основе контента анализа отобранных документов обзор должен дать ответ на исследовательский вопрос. Для систематического обзора характерен глубокий анализ источников с целью выявить искажение методологии изучаемых источников, предвзятость обоснования результатов и выводов и необоснованность ограничений. Мета-анализ, в свою очередь, включает в себя использование статистических методов для количественного синтеза анализируемых источников для проверки научных гипотез. Он считается самым глубоким видом обзора и одним из самых сложных, так как результат будет зависеть от умения авторов правильно составлять выборки и отбирать данные для анализа. Обзор предметного поля, Scoping Review – это относительно новый вид обзора. Его цель состоит в том, чтобы определить границы предметного поля, обнаружить пробелы в знаниях и выявить тенденции в исследовании. Считается, что такие обзоры необходимо проводить перед написанием систематического обзора, так как они анализируют большой объем литературы по обширной тематике. К сожалению, такие обзоры практически не пишут на русском языке, что является большим упущением и мысльцей весьма перспективным для исследователей в любой предметной области. Так как обзор предметного поля считается одним из самых больших по количеству включенных в него источников, для проведения исследований подобного рода существует специальный алгоритм. Методология состоит, как правило, из пяти этапов. На первом этапе формируются исследовательские вопросы, выделенные на основы ключевых понятий предметного поля. Далее, то есть здесь нужно избегать нечетких формулировок, которые могут привнести в исследование не относящиеся к нему материалы. На втором этапе проводится тщательный поиск, скрининг источников и их привычная фильтрация. Поиск может выполняться как при помощи международных баз либо специализированных баз, а также на основе ключевых слов, а также с помощью ручного поиска с использованием материалов журналов, конференций, книг, библиографических списков. Обязательно исключаются повторяющиеся документы, попавшие в результате поиска одновременно из нескольких источников. И очень важно правильно отбирать ключевые слова и учитывать расхождение терминологии при определении ключевых слов для поиска, так как он осуществляется по международным базам и должен проводиться на английском языке. На третьем этапе на основе критерия включения и исключения проводится оценка аннотаций или полных версий публикаций, если аннотации оказываются недостаточно информативными. На четвертом происходит составление таблиц и схем с включением в них извлеченных данных в результате сортировки по ключевым вопросам и темам. И на пятом этапе обобщаются результаты исследований, формулируются ответы на поставленные исследовательские вопросы, выявляются пробелы в конкретном предметном поле, а также определяются тенденции развития направления исследований в данном предметном поле. И принимается решение о необходимости проведения дальнейшего систематического или мета-анализа. Обзорная статья следует традиционной логике построения научных исследований и в РАД, introduction, methods, result, discussion. И в введении указывается актуальность проведения такого обзора, описывается проводились ли ранее подобные исследования, а также прописываются исследовательские вопросы. В методах, в разделе методы, описывается подробно алгоритм, что важно и что часто упускается авторами, какие базы для поиска были использованы, за какой период времени был проведен анализ, какая поисковая стратегия применялась. Результаты обзора демонстрируют, какие тенденции и пробелы в предметной области были выявлены и дается их подробный анализ. В этой части обзора принято сопоставлять полученные результаты с предыдущими, например, выявленными в других обзорах. Для обзоров предметного поля, как правило, характерно наличие большого списка литературы, и их рекомендуют выносить в приложение, так как не все источники могут быть процитированы в самом обзоре. И еще я хотела обратить ваше внимание на примеры заголовков. Название обзора обычно состоит из двух частей. Первая формулирует тему исследования, вторая точная тип обзора. Это реальные названия, взятые из базы Скокус. Исследования, публикованные за последний год. Итак, написание обзора мыслится весьма перспективным научным исследованием. С одной стороны, так как такое исследование будет лучше цитироваться и не требует лаборатории, оборудования для проведения исследований. Но с другой стороны, такое исследование подразумевает знания методологии, понимание степени изученности анализируемой проблемы на мировом уровне и отличное владение иностранным языком, английским языком, как средством международной коммуникации. Спасибо большое. Спасибо. 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 Наталья Геннадьевна. Спасибо. Спасибо. Мы запустили проект вместе с Натальей Геннадьевной, с Ольгой Владимировной Кириловой. Вот Марина тоже будет часть сотрудничества по этому проекту, который называется «Влияние редакции журнала на развитие компетенции российских авторов». Поскольку все сидящие здесь хорошо понимают, что редакции у нас занимаются далеко не только тем, что принимают рукописи и оценивают, а работают с авторами. Правильно? И вот тот вопрос, который вы адресовали, он как раз и хорошо укладывается в это русло. Как помочь авторам? Первое – подробные темплейты, где не просто теоретически описано делается то, то, то и то. Мы берем конкретных, практических, понятных результатов, на полях указываем типичные ошибки, которые могут совершить и так далее. И через какое-то время авторы приходят к осознанию тому, что они изначально были неправы, потому что первая реакция – безусловно, отрицание, когда получает человек отрицательную рецензию. Но мы с каждым годом общаемся, и Виталия Геннадьевна поддерживает меня в этой мысли, что авторы, чувствуя, что, обращаясь в эту редакцию из раза в раз, они получают поддержку, начинают стремиться к сотрудничеству, пытаются сами уже выступать в качестве рецензентов, всячески популяризуют журнал. Получается, что вот эта работа все равно приносит в данном случае журналу ощутимую, ну скажем, прибыль. не модернизированы, господи, все, слова ушли. Но вот эти репутационные вещи в конечном итоге станут большим плюсом для журнала. Да, да, да. Вот можете взять вопрос. Например, в вашу презентацию можно спросить, что вы за знание до своих рецензентов или даром, которые вы видите? Да, я ее немного обработаю, упрощенную, упрощу, лишнее уберу, да. А вы мне напишите, там на презентации был мой имейл, если что-то я повторю. Хорошо? Еще вопросы? Марина Александровна, подскажите, пожалуйста, с точки зрения редактора, редактор не будет читать обзор на 350 пунктов. Какой критерий для редактора, формальный критерий по отношению к автору? Сложный вопрос. Ну, достаточно сложный вопрос, но вот я, например, видела, что в заголовке написано, что это обзорная статья. Давайте назовем автору. Первым делом я бы, наверное, прочитала не только аннотацию, но и введение, и посмотрела, какие методы используют авторы. Количество просмотренных источников, если они некорректно обработаны, ни о чем не говорили. Самого автора вы будете смотреть? Еще раз? Самого автора вы будете смотреть? Кто этот автор? Нет. Нет. Тормально мы не имеем права это говорить. А вдруг какой-то одаренный аспирант проработал все источники, не спал, не ел и написал прекрасный ответ. Не может же тот факт, что он аспирант, служить основанием для отклонения рукописи? Ну, гипотетически. Конечно, чудески бывают. Мы еще не видели обзоров крупных аспирантов, да? Ну, а на самом деле, все-таки, в первую очередь, это рукопись и ее качество. У меня один маленький вопрос. Я что-то не помню. В список литературе есть источники, которые приведены в самостоятельной опросове. И за запрещением как можно. Они выносятся в приложениях. Те источники, которые были проанализированы. Ну, если они в приложении, тогда те, кто там в приложении, думают, что они получат. Ну, мы же не цитируем какую-то конкретную мысль. Но мы на основе ключевых слов для определенных контейрей отбирали. И они были в поиске. То есть, в поисковом выводе, что это выводит? Это не выводит. Это по созданию такого типа обзоров. Здесь ответ очевиден. Нам, может быть, очень хотелось процитировать каждого автора, который пишет на эту тему. Но это невозможно в ряду заданных обменов. И когда анализируются общие тренды с упоминанием просто того, что вот эти авторы работают в этой области. Допустимо выносить работы, которые не анализируются в подробных текстах, в приложении. То есть, в приложении нации для влога предметного поля, когда мы анализируем большое количество их почтов. Такие люди работают, такие люди, такие люди, такие взгляды. Я понимаю. Просто так. Вы абсолютно правы. Это то, что я говорила. Умение автора аналитически обработать текст. Если автор сумеет увязать все в тексте так, чтобы представить, прекрасно. Лучше, конечно, ты первым. Никто уже не спорит. Это уважение к авторам. Я полностью разделяю вас. Спасибо. И второй вопрос. У нас научные люди. Что является с вашей точки зрения? Ход, пожалуйста. Научные акции. Не просто научные акции. А именно научные акции. Во-первых, мы проводим этот обзор. Мы хотим выявить тот пробел, который еще не был закрыт какой-то данной конкретной научной статьей. Мы проанализировали научные источники. И, соответственно, мы выявили этот пробел. Нет, но обзор – это не научный исследователь. Обзор – это не научный исследователь. Почему обзор не научный исследователь? Нет. Ну, там нет исследований, да? Ну, там нет эмпирического исследования, но… Ну, там же есть анализ, есть же синтез. Мы же получаем какой-то результат. Методика, методология. Мы же применяем все те же методы, которые мы используем. Мы исследуем той же структуре. Да, мы провели эксперименты. Но мы же нашли ту область. Мы же проанализировали источники. И не всегда. Вот именно по этой структуре я предоставленность встречала жанр обзоров как жанр научной коммуникации. Мы к нему пока не привыкли. Опять же, когда я сама начинала свою деятельность в качестве редактора журнала «Скопус», в первое время я тоже неизменно возмущалась эмрадовской структурой, поскольку мы все были воспитаны в советской школе, да, написании статей. Мне казалось, как-то вот все избыточно, много. Вот сейчас, в прошествии шести лет, я удивляюсь, как я могла сомневаться. Поскольку в этой структуре все становится понятно. И я, как редактор, это вот то, о чем вы спрашивали, что делать с рукописью. Я открываю рукопись и пробегаюсь по структурным компонентам. То есть я понимаю, что в последнем абзаце введения должны быть цели и задачи. Если их здесь нет, меня уже настораживает, да. То есть автор умеет выстраивать, но вообще понимает, чем он занимался. Я, дальше я понимаю, где мне нужно уточнить, какие результаты получил автор. Одним предложением, чтобы не читать все, если у меня пока нет времени. Если я занимаюсь сиканом, понимаете, есть формальные признаки, по которым мы можем отследить, насколько правильно составлена рукопись. Уже по содержанию мы, редакторами будущей, не можем на 100% судить о качестве содержания. Для этого есть рецензенты. Крутые специалисты в своей области, да. Мы знакомы редакторы с предметным полем деятельности всего журнала. Но не можем 100% отвечать за каждый аспект. Но формальные признаки, вот они нам в помощь на этапе скана. Мы понимаем, правильно составлена рукопись. Имеет смысл читать, пробел знаний выявлен или нет. Аналитический подход или нет. А дальше мы решаем, отправляем мы рецензентам рукопись, тратят они свое время на данную рукопись или нет.